Если перестанет водородная доказация, в нашей идее это значит, что планета умерла, это что-то типа Луны будет. Пока водород идет, планета живет во всех своих проявлениях. Но вот как изучить этот процесс? Ну, по водороду вообще данных очень мало и приборов. Только вот недавно появились какие-то пулевые, экспериментальные. Вот я предлагаю уже несколько лет, нас спасает то, что вокруг Земли есть азоновый слой. А водород это азоновый разрушающий газ. Поэтому та концентрация повышенной азоны, которая расположена на высоте, ну, средняя планетарная, там 20-25 километров, это та фотопластинка, на которой проявляется тектоническое строение планеты. И этот фактор, который является этим проявителем, является потоком выброса водорода. Вот сейчас я с этой методикой вас познакомлю, и потом мы посмотрим те выводы, которые можно из этого такого экспресс изучения водородной дегазации сделать в отношении интересующую большую часть аудиторию вопроса, связанную с этим. Срединоокеанские хребты – это лифтовые зоны, основа монетарной лифтовой системы. Когда-то я вот просто, Георгий Иванович Войтов, сказал, что в этих хребтах на два порядка больше выделяется водорода, чем между ними. Что мне уже позволило назвать рифтовые зоны планеты главными каналами водородной дегазации. Вот практически это один к одному снято с этой карты. Это вот мое видение устройства мировой рифтовой системы, или главный канал анализации. Что отличает от обычных схем? Это то, что западно-тихоокеанский рифтовый пояс, выданный Никишиным и академиком Милуновским в 83-м году. Я очень воспринял их, ну и просто довел это дело до конца, до полюса. Ну и до полюса доходит и южное окончание. Мы что здесь не увидим? Что южное окончание рифтовой системы более активное. И более широкое. Земля имеет форму такой груши. Ну и здесь сразу становится понятно, почему максимальная зона водора проявлена вокруг Антарктиды. Потому что главные каналы дегазации своими наиболее активными концами сходятся вокруг Антарктиды, сливаются в единый циркум антарктический рифт. Ну и поэтому озоносфера продувается здесь. Вот это водородный цикл разрушения зона. Главное здесь, ну это порядка 40 реакций. Катализатор гидроксил, который прифакуализует любых водород, содержащих газов. Пары воды, метан, водород. И вот это запускается цикл разрушающий. Нас привлекает то, что после 40-ка там примерно реакции обрываются концы появления воды. Это нам пригодится. А теперь вот я сейчас просто прокину несколько картинок озоновых. Это общее содержание озона, снятое американскими спутниками. Вот нас что выручает, собственно говоря, при изучении водородной дегазации. То, что с конца ноября 1708 года летают спутники американские. Их уже несколько поколений. Нимбусы летали, опробы. Омни сейчас летают. И работает 150 озонометрических станций на Землю. Которые тоже дают картинки. И картинок вот такой озонового слоя, как их тысячи. Вот с тех позиций, о которых я вам сказал, что он нарушающий газ водород. То вот такие картинки мы должны, я вас к этому призываю, воспринимать как карту. Вот моментальный снимок, выпхлопов водорода, вот на это число. Ну, никто никогда, никаким другим способом этого увидеть не может. Но у нас есть озоновые карты. А вот сейчас на этих картах появился. Ах ты, ёбкий палки, капец. Я-то меня унесу. Вот. Восточно-Тихоокеанское поднятие. Это мы сейчас смотрим северные концы. Вот. От Калифорнии сюда идёт. Здесь западно-Тихоокеанское рифтовое пояс уходит к полюсу. Здесь мы ещё опять западно-Восточно-Тихоокеанское поднятие. Мы видим 1000 км. полоса выеденной озона. Вот это голубое на зелёном фоне, это потери озона, низкие содержания. Ну, сейчас полистаем. Здесь вот то, что нас будет особо привлекать. Это здесь вот именно Уральская зона. Здесь разрушение мощная зона. Здесь вот опять от Восточных океанского поднятия идёт вот эта зона. Вот они, милициональные зоны, то есть прекрасно её видно. Ну, и так далее. Я могу показать много таких картинок, которые показывают, что вот эта схема мировой рифтовой системы, главных каналов дегазации, она находит своё подтверждение в озоновых картинках. Ну, вот прекрасно. Смотрите, какая Восточных океанское поднятие идёт практически от полюса, мы это увидим и до эквазума, тысячи километров. Ничто никак и никогда не сможет объяснить вот такие картинки в озоновых условиях, ни одна теория которых много. Вот ещё это Восточных океанских поднятия, а вот сразу Индомуральский рифт, отрожек на Восточных океанских, снова мощная такая потеря, и так далее, и тому подобное. Вот, на два сразу. И вот мы подходим вот к этой картинке, когда три сразу, три в три, так сказать. Говорят об этом. То есть я сейчас вам постарался показать пространственные совпадения озоновых аномалий, тектонических зон, из которых выходит водород. Вот ещё одна очень красивая картинка, недавно получена. Это самое сильное разрушение озоновых условий за всю историю наблюдения, это март 11-го года. Такое озоновое деревение, ну вот у нас в Якутии порядка 50% потери озона, и мы видим, как отрок такой уходит через весь Ледовитый океан и заходит сюда в Гренландию. Ну, вот это показывает, то что вот эта полоса, вот эта, идёт строго над хребтами Гаккина и хребтами Ломоносуна, рифтовыми структурами. Вот мы теперь видим, что она уходит в Гренландию. Там ледник лежит. Что мы можем предположить, вот благодаря этой моей методике, которую я вам всем предлагаю, то, что под этим льдом есть какое-то продолжение этих рифтовых структур. Ну, надо так, потому что полоса абсолютно не меняется, уходит сюда куда-то под лёд. Вот. И то, что здесь идёт активная дегазация. Вот подтверждение того, что здесь появилась, да, есть такая структура, это в августе 2015 года появилась работа в САЛЬС о том, что англичане и немцы, от дешифрировав массу эхограмм, вы, рифтовый структур, ну, грабин. Грабин 750 километров протяжённостью. И вот он уходит действительно сюда на стык, где-то с теми структурами, про которые я говорил. То есть тот посыл, который мы увидели ещё в 2011 году, был подтверждён. Вот. А теперь вот это интересные вещи. Саша Вальдар Гринланд. Я, честно говоря, совсем недавно как-то об этом узнал, хотя вещи-то известные. Посмотрел фильм, такой ускользающий лёд. Чисто климатический фильм был. Ну, я его видел. Они объясняют американцы это тем, что это следы пожаров. Но САЖа-то залегает в таких трещинах. А вот здесь вот посмотрите, какие продохи такие. Вот они хорошо имеют, смотри, дырки такие. Вот. А это вот САЖа вот в этих, одна из таких дырок. Но они объясняют это пожарами. САЖа лесных пожаров. Но САЖа не может накапливаться в таких структур. А, с нашей точки зрения, это реакция диспропорционирования, когда восстановительный газ в СО или внутри. Смесь метана из СО попадает из горячей области из-под земли в холодную линию. Это печная труба. Садится САЖ. Вот. Если в ней поковыряться, в этой САЖе, то мы там найдём, вероятно, массу интересных металлов, типа ридия, платины и всякого такого. Вот. Ну, это общая такая концепция, когда, ну, со среди, например, туда выходит. Я обращаю внимание, вот я вам показывал, что реакция с образованием воды, вот здесь должны образовываться какие облака, исходя из этой модели. Вот мы их видим. Это перламутровые облака, которые на стратосферных высотах, порядка 20 километров, образуются. Вот. По-другому, не обеспечившим. Потому что влажность стратосферы 1% от влажности терпосферы. Нет воды. Хотя, вот, пытаются хрионные концептики, так сказать, образовать эти облака без воды, но без воды не образуешь. А это ещё интереснее. Это облака серебристые, которые образуются на 1804 километра. Ну, мы их видим обычно в средних широтах, на севере, в июне, где-то. В чём-то считалось, что только в средних широтах, что, напрочь, как перечёркнуло мои себе представления. в 2009 году американцы спутники спустили специально изучать эти серебристые облака. Вот они в Арктике. Чего раньше никто не видел. Вот я просто обращаю внимание, что вот здесь скопления такие вот в районе от полюса до Герингового прорыва провести, то здесь, а здесь Генландия. Тут где-то сгущение этих облаков. Ещё сразу факт интересный, то что американцы увидели, что они образуются сразу одним выходом. Раз! И над всей Арктикой появляется вот такое стеркало вот этих облаков. Серебристые они называются. Ну вот, если это за счёт водорода, ну а в мезостерии вообще воды нет. Только без этого не было. Значит, проверочный какой эксперимент. Мы должны под этой картинкой увидеть озоновую бирку озоновый где-то. Так что водород сначала через озоновый сплоть пройдет у нас оперировать с кем-то, потом сюда добавится. Ну вот, это мы и видим. Вот это сгущение, видите, озоновая бирка вот здесь, между бирингом и полярным, и вот тут в районе голенвань. То есть вот такой, хотя это странно, конечно, что-то не совпадает. Так, теперь вот мы переходим к нефтяным таким уже корреляциям. Это вот на первом докладе, который мы делали, пытались сделать, я не попал на первый заболен, с Нидали Ивановной Павленковой мы обратили внимание, которую еще на первом совещании здесь для вас пытались привести, что вот эти так называемые узлы нефти-газотобычи глобального значения, ну практически повторяют вот те контуры этой самой схемы рифтовых систем, мировой рифтовой системы, главных, каналов водородной наградации планеты. Особенно это вот касается вот индурация, так скажем, пояса. Не набивает, но не важно. Может, вы найдете сами. Да, и мы видим, что, а, вот продолжение, это вот продолжение, вот я показывал много-много раз, где вот водородная самая продолжение от Калифорнии вглубь туда. В принципе, это большой круг. Вот это как бы одна структура планетарная. Ну еще, я обращаю внимание, что интересны все вот эти узлы нефтедобычи, то есть это пассейны, там, месторождения, они все, в общем, арифматическую синтаксу. Я их посчитал, значит, сколько тут, 10 меридиональных, и по 4 всех остальных, широкие и диагональные. как это ни странно. То есть вот тектонический контроль самых крупных нефтяных вот этих скоплений у нас. Ну для нас сейчас вот это интересно, то что вот эти каналы совпали с зонами максимальной планетарной многодородной дегазации. Ну, это не только особо внимание заслуживает индууральский лифтовый пояс, это не я говорю, потому что это группа вот смыслов соавторами из горного института коллеги, которые отрисовали такую карту. Здесь вот они говорят о Урало-Африканском нефтяном поясе. Ну, все-то глаза бросаются настолько, что и не только нам заметно. Мы же обращаем вот с Нидой Ливанной то, что это совпадает с каналами водородной дегазации. Вот я просто еще раз, так сказать, это показал, чтобы это не быть голословным. Ну и вот просто показываю, вот смотрите, тут это западный бассейн, это мощная озоновая дырка, совсем недавно, в апреле 2012 года была, в Оребинской степени, выше Волхаша, вот эти западно-сибирские, вот здесь в районе Астрахани тоже озоновая дырка. То есть мы читаем эту картинку как то, что в этот день здесь прошли мощные выхлопы водорода. А что означает, вот если водород проходит через газовые месторожки? Вот, тем более, что они сюда приурочены. Ну, в первую очередь, это самое такое практическое. полное совпадение с такими каналами активной доказации, это полностью подтверждает, ну, я ее разделяю, концепцию Алексея Саныча Маракушева, которую мы сегодня вспоминали с грустью, то, что это эндогенное образование, потому что, ну, с рифтовой зоной, где повышенная сетника, повышенная эманация эндогенная, он связывает это с усилением щелочного магматизма при усилении водородной доказации, раскислении, понижении кислотности флюда. Вот это, ну, я не буду, потому что он сам, и Сергей здесь делался, у него, и в журнале это написано. В общем, то, что я вам показал, вот эти картинки, они полностью вот так укладываются в концепцию Маракушева, и я этому очень рад, и я ее полностью разделяю. Так, вот, периодическая продовка, она неизбежна из-за пространственного совпадения с каналом глубинной дегазации. А деполимеризация молекул, это работа Плотникова, вот я на них ссылаюсь. А что значит деполимеризация? Облегчение состава. Вот. Вот многолетний мониторник скважины, также у Плотникова с авторами, нет, это уже одна ее работа, в июне, в сентябре 2000 года отмечался всплеск содержания водорода и метана. То есть я нашел такую работу, где там газовые хроматерографии в татарских месторождениях обнаружено повышенное содержание водорода. Ну я, конечно, мне стало интересно, я построил такую карточку, да, увидел, что вот в августе, вот видите, там над Каспийским морем, выше Каспийского моря, да, действительно, и самое, было сильное метление водорода по моему методике, вот это совпадает, то есть те реальные наблюдения совпадают. Теперь мы говорили о пространстве в совмещениях, я в свое время проделал проверочный эксперимент, у меня сейчас с пятого года работает водородный датчик на Хибинах, поскольку там водород и метан с Апатитовым месторождением, то есть ни с каким углем там, его не связывают в этом месте, вот в районе Апатитового кольца, а перед этим я два года там занимался водородной съемкой, такой профиль сделал через Лавозерский хибинский массив. Вот, ну вот здесь вот стоит до 26 апреля, вот проверочный эксперимент, то есть мой датчик показал всплеск водорода, а зоометрическая станция показала пролетал мимо скутника в это время американский, он показал четкую аномальную линейность строго над польским полуостром, то есть такая заверка состоялась. Вот, а кроме этого, значит, этот датчик уже много времени щелкает, тут иногда мы анализируем эти ряды и выявляем вот такие фазы, фазы, и все они такие космические, вот это вот, полнолуния, новолуния, это полунедельный цикл, тут суточный, самый главный, основной, значит, лунная фаза, вот это для нас очень интересно. А вот теперь, в связи с тем, о чем мы говорили выше с вами, если это выучает состав, значит, в эти дни должно увеличиваться добыча, грубо говоря. Ну, потому что есть такие специальные даже технологии для повышения добычи, вот такая вот, то есть это продувается. И вот, я бы предполагаю, что с этими циклами и должна коррелировать уровни нефтяной добычи. То есть мы это можем как бы прогнозировать, можем контролировать по этим самым озоновым картам. Вот, сейчас так много говорю одно слово и пойдет в керпи. Вот эти же данные, хочу сказать, так сказать, сделать о ловерде человеку с Кузбасса, коллеги, которая говорила о взрывах на шахтах на дороге. Вот, это еще Георгий Иванович Войтов и Хитаров Николай Иванович в 1982 году обратили внимание на то, что шахты взрываются в 15 раз чаще дни полнолуни и новолуни. Вот мой прибор, это они первые сначала на Хибинах наблюдали такую приурочность к фазам Луны выделения водорода, потом посчитали уже данные по Танбасу. Ну, на тех самых Хибинах у меня прибор уже стоит с 5-го года и каждые 5 минут делает замер концентрации подпочвенного водорода, поэтому это уже как бы гвоздями забит. космические ритмы водородного дыхания Земли это уже аксиома, так сказать. Вернее, уже настолько доказано, что стало аксиомой. Вот, я примерно с 5-го года во всяких журналах, газетах, там на радио, на телевидении выступаю с одной простой идеей, что вот эти дни полнолуни новолуни нужно сделать шахтерскими выходными днями. Ну, на форумах, в интернете те же самые шахтеры иногда смеются надо мной, сам в шахту полазил, дурь какую-то там. Но я могу сказать, я вот посчитал, что с 5-го года я, ну, предположим, такая фантастика, меня кто-то послушал. Хотя Шафраник читал мои работы, потому что есть такой журнал «Первиси», где Путин публикуется, вот меня там с этой концепцией, шафраник свободу читать, буду изучать все. Ну, не до того. Так вот, я посчитал, ну, тысячи остались живы. Если бы они не влазили, шахты в дни полнолуния и новолуния. Ну, последний пример. 7 октября 20 человек в Польше. Вот это, вот, совсем недавно, вот, 300 с лишним человек в Пурции накануне полнолуния. Перед этим, 12-й год, февраль у нас, в Воркута, 18 человек. То есть, та статистика, которую я открыл, это статистика, неверки моим объяснениям, про водорог, там что-то, неважно. Ну, есть статистика. Просто так можно взрываться. То есть, я хочу сказать, что вот эти циклы, это не пустяк. Это, на самом деле, не последнее, вот, что я хочу вот здесь вернуть вас к этой самой. И теперь давайте мы сделаем интересное, как бы, соображение, они, правда, с Борисом Михайловичем валяем, придут сейчас в противовес такой, но вот эта картинка озоновая в Антарктиде появляется за сутки. Ну, я же, вот, суточная. Завтра она уже будет другая, вчера была другая. Что мы здесь видим? Что для вот этой озоновой дыры абсолютно, тут, континентальная гора 4 километра льда. Спокойно переходит, ничего, так сказать, не шевелясь и не меняясь, на теонетическую пору 3 километра воды. И распространяется сразу по трёху лифту. Итак, эта картинка отметает сразу два источника водорода, о которых сейчас говорят в Диахии, там, в Гивине, о том, что это идёт серпентинизация нитов с выделением большого количества водорода. Есть в институте океанологии предположение, что взаимодействие морской воды и железа с содержащими минералами выделяют водороды. Но ни одна из этих, да, вот и реальные есть модели, ни одна из них не объясняет того, что, чтобы вот зажечь такую репшую, которая в пределах нескольких часов, выбросила водород по трем рифтовым зонам. Ну, никакую химическую реакцию, ни серпентинизацию, ничего, вы не зажгёте, не потушите назад. Это первое. А второе, я вот говорил об этих космических ритмах. Откуда космические ритмы? Это значит влияние на жидкую среду. И всё, что я знаю сейчас о устройстве планеты, я могу подположить только то, что потоки водорода идут из ядра Земли, где их, они всегда идут за счёт кристаллизации твёрдого ядра из жидкого, на границе два штриха отгоняются, а дальше модуляция внешнекосмическими телами, положение на орбите, Луна, фаза Луны, передели, вот тут много всех этих иных. Это первое. Значит идёт из ядра. Дальше. Ну а как это вот идёт? Что значит идёт? там как тысячи километров идёт? Не может такого не пройти. А что? И вот я обращаю вас на самое возвращаю ваше внимание к тем серебристым авоканам над Арктикой. Американцы что это вспышали? Это выброс в дорогу залпу идёт с поверхности. Так это возможно только в одном случае. Когда вот мы приходим домой и начинаем вытрукать, мы открываем дров и вода сразу идёт. Где её источник? А Бог знает, где-то далеко. То есть это вот такое резкое включение водорода если он в ядре возможно только при одном условии что если весь канал от границы ядра мантии до поверхности дневной насыщен водородом. При этом водород ну я сам когда-то в зелёной книжке что я писал о том мне очень нравилось Колясников Магадарский след очень интересный был я по нему писал что сначала протоны потом ещё электрон протон атом потом и вот всё нет вот эта картинка мне позволяет говорить предполагать что молекулярный водород идёт от границы мантии ядра и эта вся система забита водородом то есть у нас вот по всем нашим разломным рифтовым зонам существуют зоны восстановительных вот забитых восстановительных лидов и ручных водородов рядом с ними могут существовать описанные зоны писал нашим бывшим завказинам царствия его небес Перчук ещё в 2000 году он предполагал существование а ну это я вам что сказать ну а вот Перчук 2000 года писал об этом ну и всё спасибо за внимание спасибо спасибо большое спасибо Продолжение следует...